Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Тиамыч и это Российская Империя! Мы в прошлой серии начали Великую Северную войну за Санкт-Петербург со шведами. Мы их уже крупные силы, две большие крупные полные армии разбили. У них теперь остается, ну, где-то полтора стека. Ну, если считать с этими недобитками, то, конечно, два. Ну, я не знаю, будут они соединяться или не будут, посмотрим. Будем пробовать их все-таки разбивать по одному. Пока с чего начнем, я думаю, с Петровской Слободы, с Карелии. Попробуем разведать, что у них тут с этой армией. Они тут уже покоцаны. Я, правда, не знаю, насколько сильно. А, да это вообще не проблема. Вот, поэтому давайте-ка лейп, лейп гвардию генерала и вербованного королевского лейп-полка попробуем их изничтожить полностью. Мои дорогие друзья, поехали. Посмотрим и рейтаров в действии, насколько они будут хороши. Но, блин, вот именно лейп гвардия, она прям стоит вообще до конца. Лейп гвардейцы точно суровые, ребята. Рейтары, кстати, выглядят как гигачады. Как такие, типа, средневековые, как это, типа, дворянская конница, да, только с ружьями. И городовые стрельцы у нас тут с вами. Так, что ж, хорошо. Будем пока тактику изнурения применять. Один в спину будет стрелять, другой наоборот. Один в спину будет стрелять, другой наоборот. Да, они решили расставаться. В принципе, тогда предлагаю сразу нападать на врага. Да, и все? Блин, а у них пара в залп получается всего. Ну, туда, да, смысл вообще, типа, эстетики мять нет. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Скажите мне. Ммм, я в ахую. Честно, я в ахую. Блях, настолько все боятся, что ли. Блях, как это объяснить? Скажите мне. Блях, лип гвардия 25 человек. Ну, я так и думал, блин. О, отлично. Ну, все, успокойся. Да что это за... Бля, я... Что с игрой происходит, я не понимаю. Не просто берут и боятся, блин. Что за бред, блин? Я не знаю, тут лип гвардии прописано супер устрашение, что ли, или как это понять. Да, но лип гвардия, пипец, конечно, им баблен. 64. Ну да, рубают они, мое почтение. Все, вражеский ген убил, наконец-то. А прикиньте, целый стэк из лейб, не знаю, там, из лейб гвардии. Просто жопа. Королевский лейб полк. Он просто к тебе прибегает, блин, и все, твои, боец, как, я не знаю, смертного адраблен. Короче, с балансом тут явно проблемы. Так, ну ладно, типа, столь ценные отряды, на самом деле, надо уничтожать любой ценой. Чтоб их больше не было. Так, 233, лесопилка, что ж. Ну, кстати, могут и на Петровскую слободу сейчас пойти, конечно. Но, восстанавливаемся, пока, пока восстанавливаемся. Так, я сейчас опять сделаю, короче, следующий ход. И опять, блин, я буду 10 минут ждать, пока турки сходят. Так, а дайс я уберу пока с маневров. Мне кажется, из-за этого будет... Побыстрее ход идти, но это не точно. Да, сейчас все, все, все деньги на восстановление войск пойдут, все бабки просто. Может, я, конечно, еще и сто раз пожалею, что я ввязался в эту войну со Швецией. Ну, вот сейчас посмотрим. Я убрал показывать маневры. Насколько это быстрее повлияет на ходы. Мне интересно узнать. Ну, я так смотрю, особо это сильно не повлияло. Все равно Турция будет сто лет ходить. Ну, я буду рады, если ты туда пойдут быстрее. О, не, ну, действительно сейчас быстрее пошло, куда быстрее, чем оно было. В принципе, не особо-то сильно этот показ перемещения Итан нам нужен. Интересно, конечно, посмотреть, что в мире происходит. О, физиократия, наконец-то. Наконец-то. Так, держава разгромлена. О, паньки. Так, и что же у нас здесь? А у нас здесь Амстердам захвачен. И так, Канди. Так, это у нас Цейлон. И все, у нас уничтожено капитулировали Нидерланды. Теперь Амстердам, Нидерланды. Это провинция французов. Французы что-то прям сурово очень разошлись. Но посмотрим. Я думаю, сейчас по-любому пойдут восстания. Так, ну и, кстати говоря, я совсем забыл про Куракина. Про того самого Куракина, который у нас неудачник. Я думаю, пора, знаете что? Пора тырить в уличный штык, я думаю. Пришло время. Ну и, да, делать реформы Петра Великого. Чтобы выйти уже на военную реформу. Потому что время пришло. Ух, я чую, сейчас недовольства пойдут по территории. Че у нас знать недовольно опять? Религиозные волнения. Схерали. 52. 46. Так, надо поднажать. Так, ну шведы че? Шведы пока активно не наступают. Блин, откуда у них еще армия? Я надеюсь, значит, мы пока выиграем время на восстановление наших войск. Так, еще два отряда. Так, ну тут тогда по-любому нужны ветераны гарнизонной роты. Хотя, блин, вот. Они круче справляются. Хотя они и дороже. Чем московская поместная конница. Ну у них типа боевой дух чисто на один лучше. Хотя вот... Не, давайте-ка пока бабки поэкономим все-таки. А, у нас максимум, да? Ну ладно, что ж. Ну и здесь сколько сможем? Так, надо было... А, блин, стоп, 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 стоп. Сколько у нас? 292, да. Давайте лучше меховую лавку отремонтируем пока. На нас вроде как все равно не наступают. Так, тут, конечно, да, ремесленные мастерские тоже надо будет восстановить обязательно. Так, ну я думаю, к следующему ходу уже оклемаемся. Наши стеки уже оклемаются. Пополним опять конницу. Тут, конечно, два хода ждать. Но, что называется, что ж. Я думаю, за два хода тут ничего критичного не будет. Так, Габсбурги что-то тут пытаются сделать. У них тут активные боевые действия с османами. Но, как вы видите, Венгрия, Австрия под османами, Трансильвания. Все под османами. Это просто какая-то жесть. Плюс, не забываем, опять же, то, что мы теперь с Варшавским Союзом тоже воюем. Короче, это будет долгая война на истощение. Но, зато наши войска уже довольно опытные. Уже чующие порох. Много воевавшие. А опыт все-таки решает. Ничего, ничего. Сейчас, пока два отряда конятся, мы наймем. Как раз, я думаю, кто... Блядь. Сейчас, видимо, пойдет размен. Блядь, откуда... Откуда у шведов столько войск? Я ничего-то понять не могу. Я думал, это все, что у них есть, оказалось, ни хера. Ожидаемо. Так, азов построен. Отлично. Ну и выходим на военную реформу, наконец-то. Вот. Да, долго я, конечно, сиськи мял, но, блин... Что поделать? Так, Куракин, попытай-ка ты счастье где-нибудь... Не знаю, тут где-то у нас еще, ведь университет есть. Дайте вообще посмотрим, что в Европе творится. Так, Ганновер тут у нас. Что-нибудь еще? Саксония. Сейчас же. Ну, попробую здесь похитить. Пипец, они уже... Сука, турки, короче. Османы уже в Праге. Сука, турки сейчас всю Европу захватят. Это просто какие-то... Львы и тигры просто. Ну, а хер ли, у них самая мощная армия. У них армия 128, но на втором месте Франция. На третьем Пруссии. Ну, блин, и мы еще как-то превозмогаем, короче, с этими шведами. Хотя швед круче нас в этом плане. Так. Блин, ну если они, конечно, сейчас захватят Петровскую Слободу. Ну, ничего, ничего. Давайте еще два ходика, ребят. Так, опять недовольны. Ну, что будете делать? Ну, ладно, ждем еще ход. Я все-таки хочу полностью восстанавливанную армию. Потеряем Петровскую Слободу. Ну, хрен с ней, отобьем. Кренадерская рота пехотного полка уже есть. Обалдеть. Тяжелая шведская кавалерия. Охереть. Как так? Откуда у них столько сил? Откуда у них столько, мать твою сил? Я не понимаю. I don't know просто. Конечно, да. Смотреть, как османы просто пол Европы, блин, захватывают, расхерачивают. Это, конечно, блин, то еще удовольствие. Удивительно, что они на нас не прут пока. Это значит, что мы у них еще пока не в приоритете. Я представляю, сколько у них стайков, блин, они наплодили. Угу, идут на нас. Ну, окей, все идет по плану, в принципе. Все идет по плану. Так, ну что? Да, ткацкие мастерские, они так. Новая Испания, Франция, Союз расторгнут. Военная реформа Петра, ребят, наконец-то дождались. У нас добили значительных успехов в военной отрасли, что дало ей решающее военное преимущество над соперниками. Но пока что еще нет. Реформирование армии и создание флота стали необходимыми условиями победы в Северной войне. 1700-1721 годов. Ну, в принципе, слушайте, все так и есть. Готовясь к войне со Швецией, Петр велел в 1699 году произвести общий рекрутский набор и начать обучение солдат по образцу, заведенному у преображенцев и семеновцев. Это первый рекрутский набор дал 29 пехотных полков и 2 драгунских. Очень вовремя. Так, я тут чуть-чуть, твою ж мать, альтабнулся по ошибке. Куракин лох. Так, Моголы с Маратхами. Ага, Маратхи опять появились. Франция с Маратхами воюет. Маратхов прям... Они то исчезают, то появляются вновь, как птицы Феникс из пепла. Так, Семеновский полк жив, цел, здоров, орел. Отлично. Так, ну что ж, выдвигаемся снова. В принципе, ага, а тут ребятки покоцанные, поэтому... Ну, не особо-то и страшно. Так, с экстаси. О, да, ребят. Выборный солдатский полк. Отлично. Теперь мы можем и дополнительную кавалерию строить. И пехоту. Но, правда, пехоты не так много. И то тут, получается, жилой солдатский полк. Вот тут 8 человек, да? Но они строятся два хода. Блин. Долго. Почему два хода? Почему так долго? Так, ну что, каре или вульчатый штык? Ладно, пусть каре пока будем строить. Хотя... О, стоп. Гренадёры Петра Великого. Вот ещё нам надо. Вот чё нам надо. Вот какая имба нам нужна, господа. Так что, реформы всё-таки Петру провести пришлось. Это была необходимость. Смотрите, популярность в народе на фоне войны со шведами. На фоне того, что Санкт-Петербург это исконно наш город. Что его надо перехватить у этих шведских варваров. Воздействовало-таки, да. На население. Так, ну чё, идём. Идём. Не знаю, полезно ли нам тут два отряда арты. Конечно, это хороший вопрос. Но тут арты, конечно, много. И вот почему-то всегда, я вот заметил, искусственный интеллект с артой обращается куда лучше, чем, собственно говоря, я. Ну или там, типа, те отряды, которые артой управляют у меня конкретно. Как-то точнее, что ли. Но они тут уже и снаряды выучили, всё выучили. Так, ну чё, наши ребята, закалённые в боях, снова готовы пойти в бой. Правда, здесь уже нюанс королевский. Лейб-ренджмент элитной кавалерии. Боже мой. У них очень лютая конница. У них очень просто лютейшая конница. Это надо понимать. Да уж. так ладно я все понял да это будет очень долгая война со шведами не я все-таки пока пришел к такому выводу что я все правильно сделал насчет того что все-таки начал боевые действия со швецией сначала они с турками булавинцами или крымским ханством ну просто по той простой причине что но я больше не мог ждать пока шведы в технологическом плане будут еще сильнее потому что все-таки булавинцы они будут долго развиваться ну крымское ханство тоже нас особо не не трогает а вот пиаут на питер нам выйти надо вот прям от кровь из носу тут уже вот этого никуда ну давайте еще от наверно чуть-чуть но действую сейчас надо будет очень аккуратно мне больше бесит вот этот дебаф омблете опять не куда-то хер пойми куда будут идти сдвигаться так надо более рассредоточенно быть более рассредоточенным партия плит конечно что уж на будет проходить но я тут под прикрытием так здание какие-нибудь там занять тут особо не займешь ничего ну бля лейп гвард и все и ггвп 92 отряда бля лейп гвард и сразу минус 10 ёп твою мать ну тут просто бечь надо бля да ёккарный баба ян чё за блядь они цель целенаправленно поконится по моих хуярит блин суки блин надо вообще наверно максимально вот такой строй выбрать да но тут лейп гвардия блин тут даже два моих отряда разнесет вообще без проблем в общем проблема таки неры вот давайте вас вон туда вот отправим не на самом деле зря так поступили вы блять пройти можете нет так ну тут просто контролем стучим по блядкам блядь долго-долго вы работаете ёбаный в рот отлично вражеская гена убита шикарно так чё у нас тут ну тут короче попробуем страшовать так тут слава богу пикинеры успели в ежа превратиться на наконец-то кстати посмотрим ну нормально он нормально сейчас мы еще старшанем я наверно даже так сделаю сейчас вот этим вот отрядом на арту пойду так просто вражь просто вражь идем очень хорошо на все здесь поработали все даже не успеваю несколько за тем что происходит так я думаю настало время зайти в тыляку на самом деле так только здесь нам мешают давайте пройдем давайте нашим тут поможем так тут нашу немного дрогают тоже помогаем им так лип гвардию добиваем с концами 107 что ж давайте-ка страшуем так отлично собственно очень вовремя очень вовремя подошла наш конец и таки я не знаю на чего рассчитывается бреда но вы будете попущены до шок кавалри шок кавалри просто отрабатывает на все стол баксов все что она может так пока на этих ребят и они я не хочу идти пока обстреляем так тут тоже свет сюда биваем так идите пока вот на них так Кхе-кхе-кхе-кхе. Семеновцы. Как ваше, ничего. Ох, сколько сейчас будет у нас мяса здесь Сколько же у нас здесь будет мяса? Так, кавалерия еще Какая-нибудь живая у нас тут есть Ну давайте с хера еще драконский полк, ребят Так, ну что, очередная Виктория, очередная победа Так, еще минус одна крупная армия Что не может не радовать Ну давайте нашим полководцам на перехват Арта бесит, конечно, арта пипец очень сильно бесит Из-за них я постоянно, блин, у себя теряю А вот она либо на конницу херачит, либо на гену Ну так поступает она все верно Без вопросов Она, сука, бесит Понимаете? Да, вот здесь прям очень много И это очередная наша победа русского оружия Ну ничего, сейчас мы Сейчас мы еще гренадиров изучим Сейчас мы еще пехоту будем набирать Вот тогда и мало точно не покажется Но, но, но Тем не менее Так, 160, 161 Давайте пока друг против дружки постоим 2% Дорого, конечно, дорого Дорого это все обходится Так, выборный солдатский полк Так, а гренадиров мы пока А, пока Пока не готовы Угу Так, ну что, потихо Грусти еще армию начать создавать Или как? Пикинеры солдатского полка Ничего себе Даже такое есть Тут и арту нам надо развивать По идее Ну пока, кстати Ухудшение общественного порядка Особо я не вижу Прямо такого принципиально сильного Так, Россия 3100, кстати Неплохо Пока держимся В армии 28 У шредов 57 То есть По сути Мы воюем против В два раза Превосходящей нас Силе противника Если что На секундочку Так, ну что Выборный солдатский полк 180, конечно Содержание Такое Знаете Немаленькое Так Так 624 все Да Ну что Давайте На все бабки Два стека Это, конечно Хорошо Но нам Нам нужна Подмога Нам нужно Больше армии Чтобы Чувствовать себя На этом театре Военных действий Максимально Уверенно Приснуть Партизаны Еще какие-то Стоят Пердят Так Тем временем Как оно там Называлось Союз 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 Кого Варшавский Союз Кстати А у них что Союз Распался Что ли А Это Продектора Швеции Ахо Пидоры Ну понятно Так Эти Пидоры Принципиально С нами Будут Воевать Но у них Тут Блин У них Тут Два Сильных Города Это Польша Ну типа Варшава И Вильянова Удивительно Че они Еще Наших Союзников Еще не Срубили Прям Хороший Вопрос Но будем Надеяться Что и дальше Так что все Хорошо будет Так Быстро Пройдут Пройдут Стоп Еще Новая Новая Армия Ну понятно Понятно Все Да Гренадеры Доступны Отлично Так Наши Впринцип Максимум Блин Конечно Пипец Недорогие Бойцов Мало Но Опять же Гранаты Господа Гранаты Зато Есть Гранаты Так Полковая Артиллерия Все Давайте Обратно На Коре Перейдем Бой Мы Все Эти Технологии Изучим И Пойдем Теперь Эти Хвалить Блин Насколько Быстро Они Восстанавливаются Я Не Понял Лейб Гвардия Где тут Карл Ну Карла Тут Нет Понятное Дело Так Пошло Очередное Ребят Перемалывание Дес Оф Деструкшн Кайзер Так Тут У нас Три Арты Блин Вот Эти Пушка Стационарная Арта Уже Очень Опытная Пипец Конечно Так Посмотрим Как сейчас Пойдет Ну Хорошо Что пока Да Есть Возможность Их по одному Как-то Выцеплять И по одному Разбивать Я все Таки Надеюсь Что Рано Или поздно Сейчас Мы их Измождим Да Что У них Будет Такой Максимальный Уровень Измождения Ух Поход Конечно Вообще Не шепчет Ни хрена От слова Вообще Так Так Ни хрена Всё Сколько Солк Ни хрена Сколько Муж 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 Ну Б В Муж Муж Ну, я думаю, у нас здесь достаточно конницы, чтобы разбить неприятеля. Да, их, конечно, тут тоже немало. Так, конники, 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 но пехтура здесь. В принципе, вот здесь, кстати говоря, было бы неплохо занять. Так, муниципальная каба. Блять, ну ебаный в рот, как всегда. Надо их сразу отправлять на врага, блин. Так, ну и гену с ними, что же. Они тут как раз, типа, немного как отшельники, да? Перехватываем. Перехватываем. Ну, тут без шансов, уж муниципальная. Тут у них ни единых шансов, окей. Так, вот пока все тихо, спокойно. Вот здесь наша московская поместная конница, конечно. Да, во все оружие. Во все оружие. Так, ну что же. Сражение на левом фланге, да, конное. Мы успешно выиграли. И это очень хорошо, потому что можно будет заходить в тыляку, если что. Есть куда-то прутцы и прутцы. Куда-то в далекую даль. Ну что-с. Напрасно же. Так, тридцать, окей. Так, тем не менее, тем не менее. Так, ну арту сейчас с вами вот это вот. Мы изничтожим. Довольно оперативно. Так, вот этих вот ублюдков. Ну я думаю, они убегут уже. Так, ну что, вы справитесь или вам подмочь? Так, тихо-тихо. Это наша уже, что ли? А, ну смотрите, тут... О, как... О, как... О-хо-хо-хо-хо-хо. Слушайте, красиво. Так, наши вроде тоже у моб тут и набираются. Так, противник сейчас выстрелится вот таким образом, что... Окей, хорошо. Ветеран гарнизонной роты. Что ж. Нет, вовремя. Ветеран гарнизонной роты. Ну, этого зря Да его остановитесь, вы, еб твою мать Оп-опопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопоп Пусть бегут С пикинерами лучше Лучше, лучше, лучше Лучше не надо Их лучше обходить Да, главное вовремя заметить Мы сейчас так вот сделаем Бля, гребаные пикинеры Бля, кто это нахуй? Это наш, что ли? Так, сейчас мы тут разберемся Так, тут минус пикинеры Бля, гребаные пикинеры Сейчас они разбегут Давайте по этим хлопцам Ударим Вот парла, а Так, а что вы встали? Давайте расфигариваем арту Твою мать Так, 215 Ну, ГГВП, пацаны Так, Хакапелита Так, вот это вот какие-то мощные ребята Видимо, Хакапелита Надо обратить внимание Так, эти помогают своим, да? Пытаются, по крайней мере Ну, ничего, сейчас Сейчас Хакапелита Кстати, интересно, они выглядят Как такие Киросиры Ну, это есть Киросиры, по сути Так, ну, посмотрим Посмотрим Стену пикинеров еще тоже построим Так, регулярка А, давайте штурмовать Штурмовать регулярку уже Нехер ждать, что называется Так, Хакапелит-то все Просто все Так, замечательно Ну, это сейчас тоже, это понятно Это вообще, эти регулярные ополчения Они сейчас Как увидят наших московских стрельцов С саблями Так сразу засали все Прекрасно, прекрасно Так, ну, естественно Мы продолжаем И добиваем всяких Вот этих парней Всех Да, постепенно Уменьшаем количество шведов Так, московские стрельцы Кто у нас тут еще остался? Да не стреляйте Под своим итог Попадать будете лишний раз Ну все Хакапелиту надо Уничтожить Так, вражеский генерал Очередной Уничтожен Что не можешь не радовать Ооо, 167 Регулярное, мать его, ополчение Сомогательный шведский полк Давайте Чем больше, тем лучше ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что же Отлично 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 Была проведена битва Я очередной Просто полнастэк Крупная шведская армия Оказалась разбита Под Москвой Да, это прям мясо на мясе Мясо на мясе Друзья мои Ну давай, давай Последний остался Валите его Наконец Отлично Так, у этих че Так, ну и кто у нас еще Так, один одинешник остался Давай, вали А, это как раз Нерки Вермландский Этот полк Да, или как он там Да, Вермландский Пехотный полк Ты никуда не убежишь Ты останешься лежать здесь Господи Сколько шведских Воинов уже Пало На русских землях Просто Это Невозможно Себе представить Боевой дух Во время битвы Плюс два Борис Петрович Шереметьев Себе заработал Своей отвагой Царь Петр Отдельно Даже Его заслуги Упомянул Так, но тем не менее Мы несколько покоцаны Несколько побиты Тут еще и гренадерская пехота Поэтому Традиционно Пока отступаем В сторону Москвы Ну или не в сторону Москвы Хотя бы вот Хотя бы На мост Уже будет хорошо Кстати говоря Вот это вот Прикольная Локация Мост Так, готово Готово Так, тут еще Сейчас я Выбранных Солдатских Этих Ребят Еще отправлю Тоже В качестве Поддержки Я думаю Они помогут Защита В ближнем бою Кстати у них довольно Неплохая Шведы Шведы Неплохо перемалывают Силы противника Но конец Так, ну что же Прошел очередной сезон Северной войны Мы пока что Перемалываем Силы Врага У нас Активная Оборона Замечу Активная Оборона И шведы Уже Достаточно Потрепались Но То ли Еще будет Да Эти Эти варвары Потихоньку Топтают Наши угодья Так Надо этому Что-то будет Предпринять А то они И дальше Пойдут Так Ну я думаю Надо В НС Киева Все-таки Отправить Кого-то Так У нас Восстановились Войска Меньшикова И Голицына Это значит Пришло Время Пигачить Очередную Армию Есть у меня Конечно Большой Соблазн С Киева Вывести Армию Но пока Не буду Это делать Что же Не у нас Уже Смотрите У нас уже И московские Стрельцы Ребята Очень опытные Конечно Есть Может быть Смысл Стрельцов Поменять На Выбранный Солдатский Полк Так 47 12 8 Угу Но я думаю Мы пока и так Разберемся Хотя вот Гренадеры Конечно Могут Стать Проблемой Но у них Так У них Кони Конечно Есть Тяжелая Шведская Кавалерия Разберемся Итак Выдвигаемся На Очередную Армию Противника Destroyed Them Ох И князь Александр Данилович Меньшиков Будет Продолжать Молоть Силы Шведов Под Московской Губернией Господа На Подступах Скажем Так Но делать Он это Будет Уже В следующей Серии Пока что Всем спасибо За просмотр Всем пока До скорых встреч И увидимся Пока Пока Пока